Всем привет! Сегодня день Икс, день нашей встречи с малышом. Мой старший сынок спит. Я хочу его путить перед отъездом. Скоро ты во второй раз будешь старшим братом. Ну что, мам, поеду в больницу, сын, а я приеду же с братиком твоим. Да, мама. Мам, ночью ногу. Мама, бегу ординарная, ординарная, ординарная. Ты. Чего? Я покажу. Ой, брат. Заново. Готовы. мне уже до одесса трудиться дали пакет куда я положила свою одежду прокладка тут всем не начали и стимулировать рода ставлю капельницу ставили так просто сейчас будем ждать когда начнется пока такая уже видные схватки а я пока что чувствую такую боль как при начале месячных не месячные довольно таки болезненные самая жесть начнется позже так что я пока еще на расслабление смотрю видосики на ютубе что встретить с малышом я сегодня ничего не ел я очень плотная нам разрешили пьянцы в палату буквально на час потом снова нужно спуститься и делать ктк также проверят раскрытие первым делом я хочу поесть и сегодня вообще еще ничего не ела можно купил вкусняшек в магазине есть треугольный кимпак у меня с тунцом также есть апельсиновый сок разные печеньки шоколадки такое чувство что я снова живу даже схватки переносится полегче и не на голодный желудок пора возвращаться на ктк здесь я хотел показать вам это висит на входе в мою палату прозвище малыша пюре мое имя и здесь номер палаты и мой врач муж меня уже ждет вместе на спуститься кида на Субтитры сделал DimaTorzok 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 Делал 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 DimaTorzok Сейчас 7 утра, мне снова начали делать стимуляцию Включили мне КТГ, но я сижу, потому что лежать я больше не могу Мне становится плохо, кружится голова И начинаю задаваться Положи свежие лица Помыла голову, чувствую себя такой свежей, обновленной Несмотря на то, что у меня уже появились схватки, мне удалось это сделать Только вот у меня тут все мокрое, здесь тоже все мокрое Но да ладно, нужно будет высушить волосы Тут есть и фен, все абсолютно есть Все штучки я взяла с собой Скоро еще принесут завтрак Этот дорожный набор я покупала в Ольф Янге Также положила туда мой уход Это миниатюра, которую я беру с собой в поездки И также моя новая расческа Это кажется Tangle Teaser, если я не ошибаюсь Тоже покупала в Ольф Янге Такая маленькая, но такая удобная И можно расчесывать даже мокрые волосы этой расческой Мне прям очень нравится Даже без макияжа с чистой головой Я чувствую себя намного увереннее Осталось нанести уход Здесь на этаже есть кухня Сиркулер с водой Микроволновка Стелилизатор Раковина В общем есть все необходимое Также можно посидеть за столиком Мне сейчас нужна вода Также я хочу подогреть кимпап Вот что сегодня дали на завтрак Это суп Мия Кук из водорослей Его едят все роженицы Он способствует обновлению крови И хорошей лактации Также у меня тут курочка Панчаны Два вида кимчи И какой-то салатик А также рис Приятного аппетита Сейчас я вам сделаю обзор нашей палаты У нас одноместная палата Стоимость 160 тысяч вон в день Здесь получается входная дверь Она с паролем Пароль мы придумали сами Можем закрываться И только мы сможем войти в палату Когда дверь закрыта Здесь у нас обувной шкаф Далее здесь шкаф для одежды Холодильник Телевизор Здесь тоже Полки для хранения Здесь дают получается сменную одежду Чистую Здесь вот пеленки разные Их очень много Далее Здесь у нас Туалет находится С душевой Как обычно Дырка в полу Для слива воды Стоишь Купаешься Здесь есть шкафчик отдельно Тоже для хранения Вещей Моя кровать Кушетка мужа Которая превращается Также в стул Ну скорее кресло Здесь вот телефон Можно позвонить Вот медсестрам Можно позвонить И тебе принесут Ребеночка твоего И Третий этаж Также Позвонить могут Мне в палату И сказать Что вот пора Идти на КТГ Такой вот у меня вид из окна Очень красивый Здесь стоит Такая штучка для капельницы Не знаю как она называется Кроватка для малыша Подушка для кормления И также есть такая вот подушка Куда садишься А если у тебя есть разрывы Вот такая вот у нас палата И также есть Такая штучка Которая делает воздух чистым Представляете Нас отпустили домой Два дня стимуляции И безрезультатно И схватки есть Раскрытие все так же Три сантиметра Мой врач сказал Что не хочет меня больше мучить Сказал что Иди-ка ты домой Возможно дома Будет какая-то другая обстановка И роды у тебя начнутся сами Если не начнутся до пятницы Скорее всего Будет делать кезарево Я и так не хотела этого Сейчас я уже понимаю Что тянуть реально нельзя В пятницу я пойду на прием В пятницу у меня как раз таки ПДР должен быть Мне сделают УЗИ Проверят вес ребенка Проверят как у меня состояние лона И будет принято решение Будет уже дома Дом милый дом Надеялась и сюда вернуться Уже с ребенком Но вернулась с ребенком в животе Вообще не ожидала Такой я думала Что сто процентов Я рожу вчера Но два дня стимуляции И просто Ни в какую Шейка не раскрывается Схватки ей Схватки болезненные Довольно такие Которые нужно Терпеть Дышать В общем Я вчера думала Что вот Все уже близко 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 И каждый раз Когда они проверяли Раскрытие Просто Три сантиметра Не больше Сегодня Та же самая ситуация Была целый день Ну вот По этой причине Нас Пустили домой И сказали Что Не хотят Меня больше Мучить На реальной схватке Проживать Двое суток Это очень тяжело Эх Я уже ни на что Не надеюсь Мне сказали Вот если до пятницы Ты сама родишь Это здорово будет Если нет То будем Скорее всего Делать Кесарева Я просто Хочу поскорее Родить Мне уже Не важно Каким путем Раньше Я топила За Естественные Роды Я говорила Врачу Я хочу Сама Я хочу Сама Родить Этого Ребенка Двоих Сама Родила И Третьего Тоже Хочу Родить Сама Сейчас Знаете Мне уже Так Как бы Все равно Просто Хочется Поскорее Родить Какая разница Каким путем Кесарева Или Естественные Роды Главное Чтобы Ребеночек Был здоров В пятницу Если врач Предложит А он Скорее всего Предложит Соглашусь На Кесарев Не знаю До пятницы Подождем Не буду Ничего Закладывать Опять же В общем За Двое Суток Нет За сутки В больнице Получается За стимуляцией Второй день Нам почему-то Не посчитали Плату Мы заплатили Двести сорок Тысяч Вон Пойдем Пойду на прием Я уже Без чемодана Без вещей Просто У меня опять Врач Сделает Узей Посмотрит На кресле Проверит Майлона То что Вот со вчерашнего дня Лона у меня Попалело Прям Очень сильно Нужно Проверить Состояние В общем Такие вот дела Пожалуйста Удачи Два дня Я Промучилась Этими схватками Не помогло Мне кажется Это будут самые Мои сложные Роды Из всех Увидимся С вами В следующем Видео Надеюсь Уже В следующем Видео Я рожу А если нет Я даже Не знаю Что делать Ладно Спасибо Что вы Выслушали Меня до конца До конца Досмотрели Это видео Всем пока Субтитры